Приветствую, это канал ГБО Технологии и сегодня у нас на обзоре будет Ford Edge 2015 года двухлитровый мотор EcoBoost, на который мы установили ГБО и в очередной раз вам рассказываем об этой инициативе. Но есть главное отличие. Мы сюда установили систему, которая относительно польских своих конкурентов неприлично дорога. Она дороже процентов на 40 и я долгое время до того, как начал работать с этой системой, я не понимал, чего она такая дорогая, действительно ли есть смысл переплачивать, не раскрученный ли это PR-продукт и насколько вообще эта система является сбалансированной, целостной. Насколько мы получаем с одной стороны хорошие характеристики, надежность и в том числе, что немаловажно и в системах с непосредственным впрыском, скажем так, первоочередная, это техническая поддержка. Система Prince VSI DI, то есть для непосредственного впрыска. Ford Edge 2015 года 2.0 EcoBoost. Продолжаем. Долгое время о непосредственном впрыске ходили различные истории о том, что нельзя, плохо, поломается. И отчасти это было так, потому что у производителей газового оборудования не было нормальных решений. В итоге создалось два противоположных лагеря, который говорил, газ это говно, другой говорил, газ это прекрасно, другими словами. И при этом обе стороны были правы, потому что ни там, ни там не было 100% решения, которое позволяло бы сказать, супер, класс, вот я заплатил 100%, я доволен за то, что я заплатил. То есть всегда где-то больше или меньше, то есть мы всегда старались эти все больше переводить в минимум и вообще не сделать незаметным. Но для нас это было всегда огромным исследовательским процессом с доработкой, доводкой тех недочетов, которые обнаруживались в процессе. Вот появилась система Prince, как говорится, в нашем спектре услуг. Мы начали с того, что работали с более новыми автомобилями, это речь шла там о 19, 20, 21 годе, с комбинированным и непосредственным впрыском. И я видел основные характеристики, которые меня вот просто удивляли, и я думал по-настоящему, что это пи***ж. 5% расход бензина, а то и меньше, сохранность всех систем, минимальный расход, очень быстрый переход с бензина на газ при прогревах, без потери динамики. В общем, все это круто, все это классно, звучит просто фантастически, волшебная таблетка. И мы начинаем это все проверять. Я очень аккуратно до этого видео рассказывал о системах Prince, потому что было реально сомнение о том, насколько это все функционально, и насколько это все будет работать полноценно. Но в очередной раз, уже спустя 10 разных моделей автомобилей, на которые мы установили систему, и я изначально, имея доверие со стороны заказчика, проверял многие параметры, то есть имел возможность проехать 100, 200, 500 километров. Первая вещь, что я увидел, они действительно обеспечивают расход около 5%. На Subaru Outback мы добились показателя в 3%, и при этом этот автомобиль, который я наблюдаю, уже проехал больше 20 тысяч километров на трассе, то есть это там, где действительно могут происходить различные процессы и максимально быстро усугубляться. Коррекции топливные, это основной показатель сохранности форсунок нулевой. То есть на бензине ничего не произошло за 20 тысяч, а уже могло произойти, если бы это было что-то не так. Как они этого добиваются? Я думаю, что мы просто пообщаемся с разработчиком когда-нибудь, выведем его в режим стрима и действительно попросим у него по-настоящему, чтобы он рассказал, как это делается, если они имеют право это разглашать. Второй момент. Как можно добиваться потребления бензина в 3%? Управление по низкому давлению бензина, то есть в бензобаке. Управление по высокому давлению, то есть это в МВД. Управление форсунками и управление датчиком давления. То есть блок управления Prince это ключевой элемент в этом всем, то есть это реальный мозг, то есть по-настоящему реальный мозг С очень развитой программной оболочкой, которая нам недоступна как установщикам и доступна разработчикам. Сейчас мы об этом обязательно поговорим. Так вот, они обеспечивают максимально точную атмосферу, виртуальную среду для всех контролирующих элементов бензинового блока управления, вне зависимости от того, холодно он, горячий он, или в режимах нагрузок высоких, или в режимах крейсера, или в режиме холостого хода. То есть, по сути, вы получаете максимально сбалансированный продукт, где бензиновому блоку управления не нужно вмешиваться, ни в какие параметры. И при этом мы сохраняем в соответствии нормам токсичности выхлопа для любого типа, вплоть до Евро-6Д, или аналога американского. Вы можете подумать, что видео проплачено, и мне за это платят деньги. Мне платят деньги за то, что я устанавливаю ГБО, а с вами я делюсь своим опытом, потому что, ну, реально есть интересные штуки, о которых нужно рассказывать, и есть очень много манипуляций, где вот просто несется поток чуши и всевозможных искаженных фактов. Так вот, о системе Prince нужно поговорить, потому что это крутой продукт, который голландцы смогли все-таки довести до ума, и я уверен в том, что они спотыкались и очень много усилий потратили на то, чтобы это все работало правильно. А именно, сделать точную подачу топлива, сделать правильную подготовку газа на этапе редуктора, сделать правильную математику, и самое важное, то, чего нет у других, это 200%. Блок управления газовой системой Prince имеет серьезнейшую логику по сбору данных. Когда у нас есть вопросы, а вопросы есть всегда, то есть, чтобы вы понимали, каждый продукт, каждый автомобиль, каждую инсталляцию мы контролируем. То есть, да, есть, с одной стороны, огромнейший массив информации, который нужно дополнительно собрать, для этого мои коллеги делают дополнительные манипуляции по монтажу. Дальше, с моей стороны, чуть проще работа стала, потому что я, по сути, должен выполнить определенный алгоритм сбора данных и донесение этого алгоритма непосредственно разработчику и техническому отделу, который находится в городе Киеве. Я очень, кстати, благодарен ребятам, потому что такой техподдержки я не видел. То есть, налаженный, очень классный контакт как с голландской стороны, так и с украинской. То есть, мы решаем оперативные вопросы, за что огромное спасибо. Когда возникает вопрос о том, что есть расход топлива, есть какая-то спорная ситуация, производитель в оперативном режиме, то есть, речь идет про один-два дня, а в некоторых ситуациях часов, они подключаются и собирают лог-файлы, то есть, это фактически телеметрию, по тому, что было раньше, и дают мне информацию, например, о расходе бензина в миллиграммах, вы понимаете, да? То есть, они могут считать в миллиграммах, сколько топлива расходуется при условии эксплуатации газовой системы и в том числе при условии эксплуатации чисто на бензине. То есть, рассказывать, у меня там дергается, или у меня там смыкается, или у меня где-то провальчики. Провальчики нет, ты просто им даешь корректные массивы данных, корректную информацию, и они прямо при тебе раскрывают отдельную программу, то есть, удаленно, которая состоит порядка из 400 разных подпунктов. То есть, по сути, это нормальная такая массивная программная оболочка, в которой можно смело строить автомобили на любом виде топлива. Они делают правки, причем летают там, просто порхают, как бабочки между этими всеми пунктами. Не успеваешь следить. И, в конце концов, выходит очень стабильный продукт. Стабильно настолько, что у нас топливные коррекции у автомобиля в рамках 5%. И идет постоянный апдейт, идет постоянная доработка прошивок. То есть, они взаимодействуют, им интересно, и они мотивированы для того, чтобы это сделать качественно. А в Голландии уже есть целый исследовательский центр, где работают высококлассные инженеры с доступом к моторным стендам, динаметрическим стендам. Они делают... То есть, у них нормально идет такая исследовательская работа. Дешево стоит такое? Я не думаю. И я думаю, что они еще продают по заниженной цене такое оборудование, по крайней мере, для Украины. Потому что, если это бы касалось Соединенных Штатов, я думаю, там бы нормально прилепили бы X2, X3 к такому вот решению. В итоге, что мы имеем? Мы имеем очень качественный и сбалансированный блок управления, который очень сложно ставить, ну, то есть, грубо говоря, монтировать на автомобиль. Благо, есть инструкция. Но, как показала практика, требует проверки, особенно в том моменте, что не все блоки управления, вот точка в точку, единичка в единичку совпадают. То есть, есть какая-то циферка, все равно нужно работать с проводкой. Это плюс два рабочих дня. И, в конце концов, мы получаем первый и ключевой элемент, который отвечает за устойчивую работу автомобиля. Это программная оболочка. Это ноу-хау. Это именно интеллектуальная собственность, которая отличает компанию Prince от других производителей. Они вложили туда просто феноменальные ресурсы. И я не представляю, что они курили при этом, где они черпали такое вдохновение. Поехали дальше. Есть еще два элемента, над которыми они поработали и сделали это круто. Первый элемент – это газовые форсунки. Они взяли самое лучшее, что есть на рынке. Это форсунки от компании Keehin, от которых пошли форсунки барракуда, хана, там что еще, ну или подобная, гимка. Вот. И эти форсунки, они раздробили на пять номеров, если я не ошибаюсь. И эти пять номеров, они еще дальше дополнили следующим элементом, это редуктором. Но пока поговорим про форсунки. Форсунки имеют линейную работу с отклонением в 2% в диапазоне от 2,5 миллисекунд, то есть они уже линейно начинают работать, до 24. То есть во всем диапазоне они линейно дают характеристику без каких-либо отклонений. Это просто мега-крутяк. И компания Keehin – это компания-производитель элементов OEM для таких, вот как Honda и Toyota в том числе. То есть это дроссельные заслонки, это форсунки, это топливные элементы по типу насосов. В общем, это все то, что делается на очень высоком уровне и реализовано, к нашему счастью, в газовом оборудовании. А дальше еще больше крутяк. Это газовый редуктор. Вроде бы пришел газ, испарился, пошел дальше. Но его нужно стабильно держать в давлении. Но не факт, это не точно. Дальше его нужно правильно подогреть, потому что холодный газ нормально не горит. И здесь у нас сверх классная информация. Мы ее будем многократно обсуждать. Я вам покажу в разных автомобилях, как это все происходит. И нужно, чтобы у нас был минимальный расход и стабильная характеристика во всех температурных режимах. И особенно это касается зимы, когда вы прогреваете автомобиль и рассчитываете, что он перейдет на газ быстро. Поговорим про газовый редуктор и его особенности. EVP500 это модель редуктора, который размером с сжатый кулак. В общем, маленькая штучка, визуально ничем не приглядная, пластиковая снаружи, с большой электромагнитной катушкой. Внутри ее находится огромнейший теплообменник, который не влияет на циркуляцию охлаждающей жидкости, даже если он подключен последовательно, то есть не параллельно, не через стройники, как мы обычно говорили, делаете. Здесь они устранили основную проблему, что газовый редуктор вмешивался в циркуляцию охлаждающей жидкости. Здесь он не вмешивается, и он отбирает тепло так, как это необходимо. Первое. Он прогревается феноменально быстро. Речь идет о том, что при минусовой температуре, минус 5, минус 7, автомобиль переходит уже на газ, даже до того, как начала подниматься стрелка по датчику температуры охлаждающей жидкости. Второй момент. Самое важное. Это подготовка самого газа. То есть он должен вовремя испариться и перейти в парообразное состояние и быть в какой-то определенной температуре. Так вот, то, что я тестировал и проверял на разных автомобилях, чем быстрее ты едешь, тем он горячее. Это вообще противоречивая штука, но это факт, что на скорости 180 у меня температура газа 50 и более градусов. Температура именно газа, не редуктора. Редуктора 75. При набегающем потоке, при максимальном потреблении, при максимальном испарении газа, у которого температура кипения минус 25 градусов, он переходит моментально в состояние плюс 50, в этом EVP 500. Следующее чудо, которое они смогли сотворить, это то, что газовый редуктор может управлять давлением. То есть обычно на редукторах давление садится от нагрузки, а здесь он может его поднять до 2,5 атмосфер. А на холостом, там где у нас нету потребления, для турбомоторов это очень важно, они понижают давление до 0,7 бар. В общем, тоже такая крутая вещь. В редукторе EVP 500, скажем так, подача топлива регулируется именно с помощью вот этого электромагнитного клапана, то есть по сути это дополнительная форсунка с высокой производительностью, с возможностью прогрева топлива и регулирования давления. Вот такой вот маленький девайс, который был доработан, кто-то вложил эти знания, эти наработки, то есть по сути они сделали идеальное газовое оборудование. Я это сказал вслух. В общем, что у нас получилось в итоге по этому автомобилю? Я на нем проехал, проездил несколько дней, протестировал я его и на горячую, и на холодную, в пробках, везде. У меня ни провалов, ни подергиваний, никаких вообще нюансов нету. То есть я забывал реально, что я еду на газе. Тихое переключение, без каких-либо напоминаний. И я считаю, что это по-настоящему того стоит. Дорогущая система, я согласен, но если вы покупаете автомобиль на более чем 3 года и ездите в год по 20-30 тысяч, это актуально. Причем, что, ну, скажем так, можно это оборудование демонтировать и пойти дальше с какими-то доработками, использовать эту систему. И, скажем так, тем, кто не захочет доплатить при продаже, просто демонтировать демонстративно эту установку и дальше продолжить его эксплуатацию. На этом, ребята, все. Реально вышла очень классная у меня история с этим Эджем. Я очень настаивал, упрашивал просто заказчика попробовать эту систему. Уже, скажем так, мы пришли на все готовенькое, потому что нам разработчик и поставщик этих отделов сказали, что в Украине такие есть. Но, опять же, никто об этом не рассказывает. Вот мы вам будем рассказывать, за что, как бы, нас нужно поощрить лайком, написать что-то в комментариях, даже если вам захочется какую-то гадость написать, как обычно. И есть смысл подписаться, потому что мы на канале ГБО Технологии говорим как об автомобилях, так и о разных сопутствующих вещах, об альтернативных видах топлива. В общем, всегда интересно и стараемся публиковать это как минимум раз в неделю. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok